Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры! С вами компания Амаркетс, меня зовут Виктор Паньков. На календаре 14 сентября и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Напоминаю для тех, кто интересуется автоматической торговлей, у нас есть курс по автоторговле, включающий в себя не только теоретическую часть, но и практическую с выдачей нескольких торговых роботов. А также хочу напомнить о нашей новой разработке. Это математический робот на основе статистического анализа, который анализирует вероятность положительного исхода и тем самым может вам помочь не только заработать, но и подсказать для ручной торговли, какая же сейчас вероятность разворота цены на текущей валютной паре. Чтобы получить пробную версию этого робота, достаточно перейти по ссылке в описании под видео. Но если робот вам понравится, то вы можете приобрести у нас полную версию без ограничений. Итак, теперь давайте непосредственно к анализу S&P 500. Начнем с него. S&P 500, как видим, вчера провел достаточно волатильный день. Выполнили мы предыдущую размерность, которую намечали, и после этого еще раз упали в нисходящем направлении. Но затем отскочили и в конце американской торговой сессии вернули практически свои позиции. Глобальная S&P 500 продолжает смотреть наверх, но вот эта каскадная проторговка в нисходящем направлении, причем произошедшая сравнительно недавно относительно последнего срыва цены, она, конечно, немножко смущает. Поэтому я бы здесь рекомендовал тем, у кого открыты лонговые позиции, наверное, больше их не усреднять против тренда, если уж так объективно посмотреть. А тем, у кого позиции не открыты, подождать, пока у нас цена выйдет за пределы 135-й скользящей средней. Тогда у нас будет уже гарантированная позиция того, что тренд сменился на восходящий, и теперь точно мы ожидаем роста. Поэтому пока что здесь мы идем по размерностям, и я не рекомендую каких-то резких действий предпринимать. В конце концов, мы можем еще опуститься ниже, в более дальний целевой диапазон поддержки, про который мы с вами говорили, 44.17, 44.34. И уже после этого идти в восходящем направлении. Поэтому, ну, зачем нам лишний раз терпеть просадку, когда мы можем подождать удачные точки входа и зайти. Идем дальше. Евро-доллар. Евро-доллар, согласно нашему основному сценарию, оттестировал нижнюю зону ликвидности, выполнил практически без погрешности размерность среднесрочного таймфрейма. Здесь все клево, все круто, все согласно нашим идеям. Мы даже выполнили ту размерность коррекционную, которая у нас была перед этим, поэтому можно сказать, что сценарий здесь пока что выполняется на 100%. Теперь нам нужно с вами решить, какая же теперь у нас будет размерность. Ну, первое, что приходит на ум, это сразу вот эта размерность, которая у нас имела место быть, но еще никак не отработалась. Эта размерность нас приводит в котировку 1.18.42. Мы можем также с вами посмотреть, есть ли здесь какой-то уровень минимальной или глубокой коррекции, и видим, что уровня здесь нет, но это не так важно, поскольку все-таки вот эта шпилька вверху, она дает определенную погрешность при расчетах. Погрешность при расчетах, поэтому уровень может находиться как чуть-чуть выше, так и чуть-чуть ниже. Соответственно, ориентируемся пока что на котировку 1.18.43, но имеем в виду, что возможны коррекционные движения от котировок 1.18.29 и 1.18.59. Сейчас основной сценарий я рассматриваю в восходящем направлении, поскольку размерность у нас глобального таймфрейма до сих пор не отработана, и есть неотработанные зоны ликвидности сверху, поэтому все-таки думаю, что евро-доллар у нас пойдет в восходящем направлении, поэтому буду именно держать лонговые позиции. Идем дальше, фунт-доллар. Фунт-доллар пока что вчера тестировал нижнюю зону ликвидности еще раз. Таким образом, мы весь потенциал наш отработали, 84 пункта. Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой идеей. Сейчас пока что цена застряла во флете, причем новых зон ликвидности здесь, как видим, не образовывается. И исходя из технической картины, больше склоняюсь к тому, что мы пойдем в восходящем направлении. Здесь мы можем уже с вами перестроить вот этот трендовый канал и построить его по вновь образованным границам. То есть вот таким образом. Соответственно, ждем восходящего движения. Ориентировочная цель у нас 1.39.42. Понятное дело, что более дальняя цель это 1.40 согласно структуре движения, но пока что нам хватит и этой ближайшей цели на текущий день 2. Идем далее. Доллар, японская иена. Мы продолжаем двигаться во флетовом широком канале с небольшим преимуществом бычьего движения. Согласно 5-составному восходящему движению у нас сейчас тенденция основная в лонг. Но будьте внимательны, поскольку у нас была коррекция и от уровня минимальной коррекции, и от уровня глубокой коррекции. И пока что мы не пробили локальный максимум, у нас все может очень четенько так вот в раз измениться, и мы можем через паттерн 1.2.3 уйти в нисходящем направлении. Такой вариант тоже возможен. Поэтому отмечайте себе ключевые уровни, откуда у нас возможны реакции. 109.926, 109.800. И от этих уровней будьте внимательны, наблюдайте, как будет вести себя цена. Возможно, какие-то откаты, коррекции и так далее. Что касается размерности, то видим пока, что у нас размерности все, которые действовали раньше, они выполняются. Коррекции прекрасно себя показывают. К слову, вот этот уровень, он как раз и был актуален вот в этом месте, где мы его тестировали. И, соответственно, сейчас я здесь также не рекомендую лезть в рынок, какие-то решения предпринимать. Давайте посмотрим, как будет вести себя цена. То есть, если мы будем пробиваться дальше наверх и рисовать здесь паттерн 1.2.3, то можно будет присоединяться к восходящему движению. Ну, а если, соответственно, будем спускаться вниз вот таким макаром, то здесь также через паттерн 1.2.3 можно будет продавать этот актив. Основной потенциал здесь, конечно же, хочется верить, что все-таки направлен вниз, поскольку внизу есть зона ликвидности неотработанная. Поэтому полагаю, что стремиться мы будем именно туда. Доллар-каналец. Доллар-каналец вчера подрос. А, нет, стоп. Прошу прощения, вчера он не подрос, наоборот, скорректировался. То есть, от верхней границы, от ключевого уровня 1.26.92, который мы отмечали, вот он чуть-чуть буквально его оттестировал и скорректировался. Пока что продолжает удерживаться в районе флета. Новых зон ликвидности не образовалось. Все идеи и границы за пределами флетового диапазона остаются актуальными. Сверху это 1.28.26, 1.28.58. Снизу это уровень 1.23.37. Ну, есть более ближайший уровень ключевой 1.24.28, но я бы все-таки отметил именно вот этот, поскольку здесь есть и структурное движение, хотя оно даже чуть-чуть поменялось, исходя вот из этой шпильки. Так, нет, 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 так плохо делать. Давайте четенько построим. Так, во-первых, минимум. Во-вторых, да нет, оно не сильно поменялось. То есть как уводило, в принципе, в район уровня 1.23.36, так и есть. Поэтому придерживаемся именно этих границ. Доллар-франк. По доллар-франку мы вчера чуть-чуть прокололи. Обновили локальный максимум. Как видим, четенько оттестировали целевой диапазон, который рисовали. Ну и сейчас очень такую своеобразную фигуру рисует нам цена. И многие бы сказали, хе-хей, да это же треугольник, давай срочно покупать. Но мы-то с вами знаем, что это всего лишь уровень баланса. И как только возникнет уровень дисбаланса, то есть будет преимущество быков над медведями или медведей над быками, у нас цена пойдет в какую-то сторону после вот этого накопления. Учитывая вот эти срывы цены и затем последовательный набор позиций, я, конечно, склоняюсь к тому, что все-таки цена у нас прорвется в нисходящем направлении. Но здесь возможны различные варианты, как обычно. Поэтому, что мы будем с вами делать? У нас есть ключевая точка, это 0.92.40. Если мы пробиваем эту точку и закрепляемся выше нее, тогда рассматриваем движение в восходящем направлении. Ближайшая цель 0.92.72, 0.92.87. Ключевой диапазон. Есть более дальний диапазон 0.93.19, 0.93.39. Если же цена у нас идет в нисходящем направлении, то здесь через паттерн 1.2.3 мы можем рассмотреть продажи. Но с продажами будьте внимательны, потому что поскольку у нас последнее движение цены было именно в восходящем направлении, здесь есть два ключевых уровня поддержки. 0.91.80 и 0.91.50, от которых возможны реакции цены. Идем далее. Австралиец доллар. По австралийцу никаких изменений. Вчера в очередной раз выполнили мы предыдущую размерность коррекционную и пока что цена продолжает находиться в рамках отрисованных максимумов и минимумов. Полагаю, что все-таки мы сначала тестируем нижнюю зону ликвидности 0.73.29, ее граница. Может быть даже опустимся к ключевому уровню 0.72.79. И уже после этого здесь стоит рассмотреть какие-то разворотные моменты и поймать движение в восходящем направлении, поскольку сверху у нас остается неоттестированным целых две зоны ликвидности. И, конечно же, нам нужно будет их достать. Поэтому сценарий будет такой. Согласно среднесрочным тенденциям мы получили практически четко восходящую тенденцию. Затем сейчас у нас развивается коррекционная тенденция размером примерно 200 пунктов. Нам необходимо дождаться ее конца и затем уже спокойно отыграть это движение в восходящем направлении. Новозеландец. По новозеландцу все немножко интереснее. Позавчера мы отработали разворотный паттерн. Хорошая точка входа у нас была, но после этого цена, как видим, застряла во флете. Таким образом мы получили еще одну зону ликвидности. И здесь вот такой интересный момент. То есть, смотрите, у нас есть неотработанная зона ликвидности сверху. Теперь у нас их две. И есть неотработанные зоны ликвидности снизу. У нас теперь их тоже две. И теперь возникает вопрос, куда же пойдет цена-то в итоге. Потому что, по сути, есть куда стремиться вверху, есть куда стремиться внизу. Конечно, если бы я рассматривал на более какую-то глобальную перспективу, я бы сказал, что цена сейчас пойдет наверх, оттестирует вот эти зоны ликвидности, нарисует здесь ложный пробой. И затем через вот такой вот какой-то разворотный момент с тестированием зоны пробоя уйдет в нисходящем направлении. Наверное, такой сценарий мне показался бы самым возможным, самым вероятным. Но мы-то знаем, что рынок порой не ведет себя адекватно, не ведет себя разумно. Поэтому здесь возможны всякие варианты. Поэтому я вам просто рекомендую понаблюдать за тем, как ведет себя цена. Но если уж вы хотите агрессивно отработать точки входа, то можно и сверху, и снизу поставить лимитные ордера на покупку и продажу. И таким образом отработать движение от одной зоны ликвидности к другой. Так, давайте, кстати, отметим границы зоны ликвидности. Нижняя это 0,7086 и диапазон 0,7081, 0,7075. Верхняя это 0,7132, 0,7138, 0,7144. Ну и более дальняя, напомню, это 0,7167. Да. Идем дальше. Золото. Золото вчерашний день также провело во флете. Ничего нового не произошло, но зона ликвидности новой не образовалась. Хватит нам и той, которую мы построили пару дней назад. Поэтому сейчас, в принципе, здесь продолжаем рассматривать те тенденции, которые мы с вами раньше отмечали. Ожидаем нисходящее направление в рамках вот этой трехволновки до нижней зоны ликвидности 1,777. Возможно, мы спустимся чуть ниже до уровня 1768, но тем не менее, это будет нисходящее коррекционное движение, а потом вполне возможен поход в восходящем направлении к верхней зоне ликвидности. Вот такой сценарий у нас по золоту. Так, по серебру. По серебру мы вчера испытали небольшой срыв цены, причем обратите внимание, что ту размерность, которая у нас была до этого, мы очень четко выполнили при восходящем коррекционном движении и даже после этого немножко упали. Таким образом, у нас все зоны ликвидности снизу по серебру остались, точнее, стали отработанными, все мы их оттестировали, поэтому по серебру теперь открыта дорога в восходящем направлении. Цель диапазон 24,84-24,93. Вот такой простой сценарий по серебру. Так, нефть марки Brent, поболтавшись в районе верхней границы флетового диапазона, все-таки мы ее пробили. Таким образом, можно судить, что у нас здесь все-таки имеет место трендовый канал с небольшим преимуществом быков, то есть примерно вот такой трендовый канал. Оттестировав верхнюю границу трендового канала, полагаю, что все-таки будет небольшая коррекция, ну а затем уже будем смотреть, как поведет себя цена. Что касается коррекции, есть у нас несколько размерностей, ну во-первых, те, которые у нас уже были до этого, во-вторых, те, которые пока еще не отрабатывали, Ну и в-третьих, я бы не очень хотел отмечать какие-то вот такие размерности в 70 пунктов, хотя, как видим, эти размерности где-то как-то выполняются, но все-таки я не хочу до такой степени мельчить, поэтому я уж лучше тогда построю уровень минимальной и глубокой коррекции, и он будет чуть-чуть повыше. Это 72.70 и 72.01. Вот такие у нас два уровня поддержки относительно последнего восходящего движения по нефти. Поэтому с этих границ можно пробовать дальнейшие покупки нефти до верхних целей. Это первая цель у нас так и не достигнутая 74.12 и более дальняя 77.50. Идем далее. Доллар-рубль. Доллар-рубль снова снизился, снова оттестировали целевой диапазон, и что-то мне уже, если честно, опять не нравится движение этой валютной пары. Ну посмотрите внимательно, то есть первый раз мы подошли, отскочили, второй раз подошли, отскочили. Сейчас третий раз подходим, но на третий раз, когда мы подходим к ключевому уровню или диапазону, есть уже очень большая вероятность, что мы его все-таки пробьем и полетим дальше вниз. Поэтому здесь, ну, я бы уже точно не стал открывать какие-то лонговые позиции, а все-таки подождал бы конкретной развязки. Какая здесь развязка у нас может быть? Ну давайте немножко порассуждаем. У нас есть вот эта волна, и как видим, граница волнового уровня этой волны до сих пор не пробита. Значит, соответственно, вот эта волна, которая сейчас развивается, это не что иное, как коррекционная волна по сравнению вот к этой. Значит, если это коррекционная волна, значит мы можем рассмотреть ее на предмет слабости. Единственная слабость этой волны, это вот это вот... Нет, давайте на другой все-таки построим. Единственная слабость этой волны, это как раз вот эта конструкция, которую мы за последние пару дней нарисовали. То есть в чем смысл этой конструкции? Мы имеем в виду, что у нас есть волна А, волна Б и короткая волна С. Почему короткая? Ну потому что... Прошу прощения. Потому что эта волна, она не заходит за границу усеченной конструкции. Поэтому эта волна короткая, значит она слабая. Поэтому, исходя из этой конструкции, мы можем построить вот такую вот трендовую линию, подождать, когда у нас цена пробьет эту трендовую линию, сделает коррекцию. И затем при повышении волнового уровня, через паттерн 1, 2, 3, мы с вами зайдем в сделку и хорошенько отработаем этот разворот. То есть вот такой сценарий у нас здесь будет основной. Ну а пока что с текущих позиций я не буду никаких решений принимать. И остался у нас биткоин. Вчера тоже так неплохо мы сходили вверх-вниз, прямо как S&P 500, практически зеркально. И таким образом мы отрисовали нисходящий трендовый канал. Преимущество медведей здесь, конечно, очень незначительное, но тем не менее оно есть. Поэтому отрицать его бессмысленно. Теперь для того, чтобы нам зайти в сделку именно по тренду, а не болтаться вот в этом флейте, тем более, что он относительно короткий. Не такой уж он и длинный, всего лишь 300 тысяч пипсов. Не стоит, мне кажется, внимания, чтобы в нем работать. Поэтому ждем, когда мы пробьем либо нижнюю границу трендового канала, либо верхнюю границу трендового канала. И таким образом присоединяемся к основному движению. Конечно же, глобально сейчас все говорят о том, что биткоин смотрит наверх. Но я все-таки думаю, что исходя из вот этой размерности, мы можем еще чуть-чуть спуститься до 40 584. То есть это тот уровень, откуда я лично буду закупаться уже агрессивно. То есть рассчитывая на то, что нисходящая волна коррекционного движения закончилась. То есть если мы с вами, опять же, измерим вот эту волну, то посмотрите внимательно. У нас граница усеченной конструкции лежит на уровне 40365. Можно, конечно, себе еще раз отметить этот уровень. То есть отметить такой диапазончик маленький. И здесь мы имеем с вами еще большую вероятность разворота цены. Но поскольку если цена пробивает этот уровень и закрепляется ниже диапазона, то это может означать то, что мы здесь не только трехволновку нарисуем, мы еще и пятой волной вниз уйдем. То есть это будет более глубокая коррекция. А если мы не пробиваем, значит мы пойдем наверх и будет все хорошо, мы заработаем. Такие торговые идеи на текущий момент. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также напоминаю о том, что в эту пятницу состоится глобальная тусовка трейдеров в городе Санкт-Петербурге. Поэтому если вы хотите поучаствовать в этом грандиозном событии, там будет выступление ведущих спикеров, программы обучения, караоке, all-inclusive по еде. В общем, все как мы любим. Поэтому если вы все-таки хотите поучаствовать, напишите мне в личку. Так, сейчас я свой контакт напишу. Вот, это мой телеграмм. Можете написать мне в личку, и я вас ориентирую по условиям попадания на это мероприятие. Оно будет длиться три дня, с 17 по 19 в городе Санкт-Петербурге. Желаю вам всего хорошего, удачи, пока.